День поля начался с республиканского конкурса пахарей. Побороться за титул лучшего съехались 20 трактористов со всей республики. Работу участников оценивали по нескольким критериям. Это глубина всфашки в пределах 22 сантиметров, прямолинейность борозды, ровность ее поверхности и, конечно же, время. А в чем секрет успешной пахоты? В умелых руках. Глазомер надо хороший, чтобы ровно поле вывести. В итоге самым мастеровитым оказался тракторист из Джидинского района. Он получил приз 50 тысяч рублей. Здесь же прошла выставка современной сельскохозяйственной техники. Свои комбайны, трактора, косилки и другое оборудование представили китайские, белорусские и российские дилеры. Например, это агродрон. Его в Бурятии все чаще используют для орошения угодий. В 20-литровую канистру заливают удобрения. Сам аппарат поднимается на 1,5-3 метра и разбрызгивает содержимое на ширину до 7 метров. У нас есть кейсы, где у людей далеко находятся 20-гектаровые поля. Это 2 часа работы на этом дроне. А на опрыскивателе весь день, потому что вы там заправились, туда пригнали. Можно работать ночью. Цех по переработке облепихи и других ягод запустили в поселке Ацула в прошлом году. А в день поля открыли еще одну линию производства. Это облепиховое масло. Для выращивания облепихи агрогруппа «Темник» приобрела земли площадью 400 гектаров. Сегодня они подписали ряд соглашений, в том числе с комбинатом питания, городского питания, для того, чтобы подставлять в школы облепиховых сло с возрождением с опоза облепихового. Видим, люди возвращаются на село. Для нас развитие сельского хозяйства – это стратегическое направление. Мы создаем условия, чтобы люди на селе жили, развивались. В этом году 80 специалистов на селе получают жилье. Это 16 домов мы строим по программе комплекса развития сельских территорий. И 64 квартиры мы строим 8 восьмиквартирных домов. Это для учителей, врачей. Вот один из домов, построенных для сельского специалиста. Глава Бурятии вручил ключи работнику агрогруппы «Темник». Жилье всего в минуте ходьбы от цеха. Сегодня возродилась отцула. Друзья, от нас самих зависит, кем быть, что делать, чем дышать. А Родина нам ставит цели – быть человеком и богатим. Алина Котова, Александр Семенов, телекомпания АТВ, Селенгинский район.